Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 27 апреля, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Александра Антония Иоанна. «Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира, а Духи Святом!» Сегодня Святая Церковь также вспоминает святителя Мартина, исповедника Папы Римского. Святой стал Папой 5 июля 649 года, как раз в период ожесточенных споров православных с еретиками-монофилитами. Единовольниками. Царствовал тогда Констанс, внук императора Ираклия, а цареградским патриархом был Павел. С целью восстановления мира в церкви сам царь издал типос, то есть образ веры, весьма благоприятный для еретиков. Папа Мартин созвал собор из 105 епископов, на котором осудил этот царский типос. В то же время написал письмо патриарху Павлу, умоляя его держаться чистой православной веры и увещевать царя отказаться от еретических мудрований. Это письмо рассердило и патриарха, и царя. Царь отправил в Рим воеводу Олимпия, чтобы тот привел связанного папу в цареград. Воевода не дерзнул открыто арестовать папу, но подослал одного воина, чтобы тот убил святого в церкви. Но когда воин вошел в церковь со скрытым под одеждой мечом, то внезапно ослеп. Так промыслом Божьим святой Мартин избежал смерти. В эту пору на Сицилию напали сарацины. Воевода Олимпий отправился на войну и там погиб. Тогда, уступая интригам патриарха и еретика Павла, царь послал в Рим другого воеводу Феодора с тем же заданием. При этом на папу были возведены обвинения в том, что он якобы состоит в связях с врагом и не почитает причистую Богородицу. Когда воевода прибыл в Рим и прочитал обвинения против папы, тот ответил, что это клевета, что у него нет никакого общения с сарацинами, врагами христианства. А причистую Богоматерь, если кто не почитает и не исповедует, и ей не поклоняется, да будет проклят и всем, и в будущем веке. Но это не изменило решение воеводы. Папа был в вузах доставлен в Цареград, где больной и обессиленный долго лежал в темнице, изнуряемой теснотой и голодом, пока, наконец, он не был приговорен к ссылке в Херсонес, где прожил два года и в 655 году скончался, предав свою душу Господу, за которого много претерпел. За два года до него умер окаянный Павел, когда царь посетил его перед смертью, он, уткнувшись лицом в стену, горько плакал, исповедуя, что много согрешил против папы Мартина и просил царя освободить святого. Человеку, не имеющему опыта церковной и духовной жизни, со стороны очень кажется, ну, а что здесь такого? Почему церковь так принципиально, твёрдо, бескомпромиссно отстаивала свою веру? За неё готовы были умирать и миряне, и патриархи. Ну, какая разница, единосущный или подобосущный? Разница-то всего в одной буковке, в одной ийоте. И в этом ли главная проблема? Может быть, просто всех любить и делать добро? Так нет. Оказывается, понятия о Боге, правильные понятия о Боге, они являются основой и правильной жизни, и правильных отношений между людьми, между Богом и человеком. Всякий, как апостол Павел говорит, «без веры угодить Богу невозможно, ибо всякий, приходящий к Нему, должен веровать, что Он есть, и ищущим Его, вздаёт». И вера — это, в первую очередь, явление Духа человеческого, способного к познанию Бога, способного к Богообщению, к совестливой жизни. И от того, насколько вера истинная или ложная, зависит степень повреждённости Духа человека. Мы знаем, что каждый человек болеет основными восьмию хроническими болячками. чьи его годия, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. И вот эти страсти, они поражают весь состав человека, начиная с его тела, в самых низменных его проявлениях, окончая его Духом. И понятно, что страсти телесные, они гораздо менее влиятельные, чем страсти душевные, тем более страсти духовные. Так вот, ложная вера, суеверие, извращённые понятия о Боге и о истине не повреждают вершину человеческой личности, его Дух. Это то, что порождает в человеке гордость, основанную на мнении, доверии самому себе или тем идеям и философиям, которые пленяют человеческий ум, его искажают и лишают возможности зреть. Бога. Но, как известно, гордым Бог противится. Во время Великого Поста обычно принято совершать общие таинства соборования. И всегда это вызывает у людей множество вопросов. А можно, а нельзя? А нужно, а не нужно? Всегда оказываешься в каком-то тупике. Человек почему-то меня выбирает судьей своей жизни или своего состояния. Но я за себя могу сказать, можно или нужно, не нужно мне собороваться. Но как я могу сказать про другого человека, у которого есть какие-то диагнозы, есть какое-то состояние психофизическое. он ведь сам должен определить. Ну а потом, это же его отношение с Богом. А когда на таинство собирается народ, то у кого там только нет. даже младенцев приводят. Я говорю, а зачем младенцев-то привели? Ну как? Родовой грех, надо же с них смывать. И прямо не знаешь, отчего в этом случае ответить, что человеку сказать. Как его, сшедший с правильного пути ум, вправить? К другой рабе Божьей подходишь, спрашиваешь, зачем нужно собороваться? Она говорит, ну так, потому что это благо для Господа. И сколько не пытаешься добиться вразумительного ответа, человек прибавит в каком-то своем анабиозе, совершенно не может сформулировать, чего он хочет. ответить на элементарный вопрос, зачем? Потому что отношения с Богом, они же должны быть осмыслены. Мы же не должны профанировать таинство. Принято, собрались, за компанию, кто-то пригласил, или добрые люди сказали, а зачем тебе это надо? Вот ты ведь венчаться не побежишь вот так вот, с налету, с повороту. Ты же сначала подумаешь с кем и будешь ли вообще и креститься. Ну, по-хорошему, тоже нужно как-то семь раз отмерить таинство собора. Что же, великое таинство, божественная благодать, направленное на исцеление души и тела, о котором апостол Яков говорит, болит ли кто в вас, да призовет священников. То есть, имеется в виду, что такая болезнь, которая, ну, она выразимая, очевидная. Человек сам до церкви не может дойти, он призывает священников, чтобы помолились над ним и помазали его и леем во имя Господне. А очень часто у людей какие-то свои представления, непонятно, какая мотивация, кто-то сказал, вот он тут оказался. О чем это говорит? Об отсутствии трезвой, здравой веры, правильных понятий о Боге. Но самое печальное в этой ситуации, что человеку, у которого сложилось свое мнение, ему ведь помочь уже нельзя по-человечески, потому что он не слышит, он способен только обидеться, вот как-то здраво поразмыслить, порассудить. Эта функция у него заблокирована. Как бывает, человек приходит на исповедь прям такой довольный собой, вот он пришел, а исповеди нет, есть какое-то рассуждение на тему. Когда говоришь, давай мы немножко поготовимся, вот такие книжечки, вот такой-то порядок, сразу начинают обижаться, почему, я ведь пришла, вы уж будьте любезны, ну допустите меня завтра до причастия. Я говорю, ну как, когда вы совершенно не готовы, ну как, и начинается вот ездение, да пожалуйста, да не обижайте, а речь-то совсем не о том, человек даже не слышит, не слушает, не доверяет и уходит в ком-то совершенно своем замороченном состоянии. и вот это как раз является признаком повреждения человеческого духа, неспособности слышать истинные понятия, нежелания, пребывания в своих лукавых представлениях. Такому человеку может помочь только Господь, ну каким-то ему ведомым путем, обычно через скорби, через элементы смирения, когда человек хлебнет чего-то полной горстью, как-то может быть через скорби и терпение придет к способности воспринимать истину. Вот именно поэтому святые отцы до смерти отстаивали символ веры, потому что плотскую нечистоту гораздо легче раскаять и исправить, а нечистоту духовную, повреждение духа, бывает и невозможно излечить. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы берегли свою душу, берегли от лжи, от лукавства, от прелести. Дай Бог, чтобы мы знали и любили свою веру, постоянно в ней возрастали, постоянно сверяли веру, которая в нашем сердце и уме с верой православной, святоотеческой. Помогай нам всем, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok